Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, мы снова вслед за нашими федеральными коллегами наравне, а может даже они вслед за нами, поговорим о коронавирусе. В данном конкретном случае поговорим о том, как наш бизнес выживает в эпоху коронавируса. А какой-то бизнес даже не выживает, а преуспевает, процветает. Хочу представить гостей нашей студии. Это Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области. Антон, добрый день! Это Василий Смирнов, директор ООО «Инкантент» производства мебели. Василий, добрый день! Добрый день! И прекрасные дамы украшают наш сегодня коронавирусный чулой практически эфир. Вот мы решили раскрасить, чтобы не так все было грустно. Поэтому хочу представить гостей нашей студии. Это Анна Овчаренко, это предприниматель, руководитель Олени фермы «Усадьба Судемир». Добрый день! И Марина Разумова, директор по юридическим вопросам компании «Авторос». Марина, добрый день! Добрый день! Хочу также поблагодарить нашу Тверскую торгово-промышленную палату, которые нам очень помогли с приглашением гостей и организации эфира. Ну что ж, господа и дамы, скажите, пожалуйста, вот если возвращаться в прошлый год, когда вот первые волны коронавируса пошли на оболь, помните, вроде стали открывать, все ура, все запели, тем более лето, на шелыки помчались и так далее. Тогда, что можно сказать, какие вот отрасли пострадали вот по итогам той первой или первых двух волн коронавируса? У нашего мебельного острова проблем не было. Проблемы начались, наверное, в последнее время, а это человеческий фактор, потому что людей, конечно, болеет огромное количество, просто работать некому. А тогда, вот когда, помните, весна 2020 года? Почему-то вот в ту весну такого не было. То есть первая волна, вторая волна, такого массового заболевания не было. То есть вы как работали, так работали? Да, совершенно верно, никаких проблем. Вот проблемы именно... И поставки у вас тогда все так же, объем производства, то есть работали не на склад? Да, тогда как раз, наоборот, увеличилось большое количество увеличенных заказов, и экспортные заказы в большом количестве пошли. Естественно, с 2020 года очень здорово сырье начало расти в цене. И постоянно, постоянно меняется цена. То есть сейчас... А это, ваше взгляд, как-то связано с коронавирусом? Кто бы знал бы этот проект, да? То есть это мировая тенденция, меняется все. Мы видим увеличение цен на все. То есть я не знаю, кто-нибудь может назвать продукт, который в цене не увеличился, да? В анонном супермаркете. Мои услуги. Да, то есть, вот, наверное, человеческий фактор, да? Почему стали обычные... У вас сырье чье? Российское. Русское. То есть вы не работаете с дерева венга там комнате, или красного дерева из джунглей Индокитая, вы не делаете мебель. Ну, во-первых, все российское сырье, да, естественно, фурнитура, комплектующая, это Китай. Ну, это понятно. Но ситуация в том, что Китай-то в цене особо не вырос, он только сейчас начал расти. Но это минимальные затраты при нашем сырье. А вы, соответственно, землякам-то, которые дерево торговцы, черным деревом, хочешь сказать, вы задавали вопрос, ребята, а из чего такой ценник, который стал складываться? А у нас называется это рынок, ребята. Если есть спрос, а спрос превышал предложение, у нас вышла летом парадоксальная ситуация. У нас нету дерева. Огромном количестве стройка. Строительство – это потребление дерева, особенно сосны. Сосна – это строительное дерево. Если береза все время была в три раза дороже, это мебельное дерево, дороже сосны, то сейчас в конце сезона сосна в цене была дороже, чем береза. То есть спрос настолько огромный, помимо того, что цена увеличилась в три раза, то оказалось, что нету. Нам в конце сезона, буквально последние три месяца, не из чего было делать кровать. Их реально не из чего делать. То есть все, поставщики все отправили в Москву на рынке. Вот все, что касается стройки. Вот тут примерно вот такая. Во-первых, рабочая сила сократилась. Во-вторых, комплектующие, многих их вообще в половину уменьшилось. А каких-то вообще пропало и смешно. Что это было дерево наше российское. Вот примерно такая ситуация. Спрос на нашем рынке есть, он огромен. 50% на расспросы мы закрыть не можем. То есть все поехали просто на территории, на сельские, чтобы строить там, естественно. Горе, народ, не ликнет. Вы знаете, как... Мы не стали покупать, потому что... Участки скупили. Когда закрывают, да, на карантин, чтобы людям было куда-то выехать, не сидеть в квартире. Но у нас сейчас вырос спрос на участки. То есть у нас есть собственность в участке. И у нас за вот этот период купили как раз... Все купили. Ну не все, но 4 участка. То есть люди хотят строить и уже построили, ну поставили бытовки, тот, кто хочет жить. Ну то есть маленькие такие. Да, бытовки. Да, бытовки, из которых сделали такие, можно сказать, евро-гомера, домики. Реально выглядят очень здорово. Но вот эти, как вы и сказали, сказал Василий, то что там все выросло в три раза. В три раза. То есть до сезона, когда в пандемии можно было купить за одну сумму, потом уже, когда локдаун закрыл, ну все открылось за другую цену, сейчас уже в три раза дороже. У нас смешная ситуация. У нас там соседи, мы построились тоже. Они решили построить дешевый домик. И самый дешевый домик, как вот трех поросят, был фанерный. Так вот фанера в цене поднялась в шесть раз. В шесть раз. И их домик сейчас стал по цене кирпичного. А делать им нечего, потому что они его начали строить. Им пришлось достраивать фанерный домик по цене кирпичного. Вот так. То есть у них посидели они, можно так сказать, при этой стройке. Кстати, по поводу стройки. Вот такая даже проблема у многих предпринимателей, которые, например, подавали на гранты или на субсидии. Они получили деньги от государства. Например, подали какую-то смету. И в конечном итоге, это мои друзья, там Карелы, туристический объект. И, например, в итоге у них получается, что у них смета сейчас не соизмерима с тем материалом, который есть. И они, получается, не знают, как реализовать проект, потому что им нужны дополнительные деньги, потому что в три раза дороже. И что им в итоге делать? Ну как бы они не знают. Пересматривать. На федеральном уровне были приняты два постановления. Одно недавно продлено, позволяющее на 30% пересматривать сумму. Но это касается пока госконтрактов и, скажем, самых крупных госзаказчиков. От министерств, федеральных судов и прочих. Или, соответственно, сроки передвигать. Мне кажется, было бы здорово и на региональном уровне. И в Карелии, и у нас в Тверской области подобную историю предложить для тех, кто в такой разрыв попал. Касался такой ситуации. Да. Ну и они, получается, заморозили стервыку, ребята, а им нужно реализовывать вот этот туристический объект. Но это на территории Тверской области. Это туристический вопрос. Карелы наши, Тверские. Ну да. Ваня, скажите, а у вас как бизнес в итоге пережил первую волну коронавируса? Ну, мне кажется, первую волну даже тяжелее, чем вторую. Как-то сейчас мы, наверное, уже адаптировались к этой ситуации. А так у нас, да, много комплектующих есть из Китая, импорта. И у нас они как раз резко прекратились. Поэтому пришлось искать замену. Вы не в Ухане сгуббольте? Нет, не в Ухане. У нас с отдела снабжения. В Китае-то побольше, чем в Ухане. Да, и прекратились поставки. Поэтому пришлось в срочном порядке нам искать аналоги, замену на российском рынке. У нас тоже пострадал немножко контракт с Арабскими Эмиратами. Там поставки были прекращены на определенный период времени. Потому что границы были закрыты. Когда мы машину выпускаем, наши сотрудники туда едут, обучают сотрудников. Там собирают, потому что она едет разокомплектованная. И в плане, правильно здесь прозвучал вопрос, сотрудники сами заболевают. И поэтому немножко из-за этого бывают задержки. А много у вас переболело? У нас много переболело. В первую волну, да, много переболело. Ну как у нас получается, у тебя сотрудник заболел? Он еще с кем-то контактировал? Это по-любому, да? Да, да. Во-первых, ну ты узнал, кто рядом стоял, их сразу отпускают, да, что дальше не пошло. И это нереально, потому что первую неделю симптомов практически нет ни у кого у коронавируса. Да, и ты сейчас врачи рассказывают, что первая неделя человек только может по себе почувствовать, что с ним что-то не так. Это самый важный момент. Но человек рабочий, выпивающий, на допинге, вообще нормально. Да, первая неделя пролетает, а потом хлоп, и вторая смена вместе с семьей, да. Да, да, да. И там валом все это понеслось. Уровень заболеваемости был, пусть официальный, в разы ниже. У меня такое ощущение, что все смешалось. И 20-й год, уже 21-й. Да, мне кажется, уже больше адаптировались все к этой ситуации, как-то уже, наверное, научились сработать. Да, да, по оценке. Потому что мы проводили опросы, каждый там квартал служба полномоченных, Борис Юрьевич Титов, от пяти там до семи тысяч обычно предпринимателей опрашивается. И там сотня, две тверских предпринимателей. И все в том году, в марте того года, на первое место ставили именно падение спроса. Потому что были ограничения все-таки для большинства. Хотя наш регион, скажем так, не закрывал экономику, старался по максимально не закрывать. Но первая вот эта, точнее она вторая волна, да, но первая для бизнеса такая ощутимая, она была именно тогда. А сейчас на первом месте этот фактор уже не стоит. Вот по последнему опросу, который проводили в конце октября, перед так называемыми нерабочими днями, главная трудность это как раз рост закупочных цен и нестабильность ограничений. У нас сейчас главная трудность выпустить рекламу. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о том, как наш бизнес героически выживает в эпоху коронавируса. Поэтому буквально три минуты, и мы продолжим. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Сегодня говорим о том, как наш бизнес выживает в эпоху коронавируса. Антон, подводя итоги первой волны, какой бизнес-то сильнее в Тверской области больше всего упал? Сложно оценивать, потому что, скажем так, действовал мораторий на банкротство, как мы помним. А потом, да, была статистика по количеству, значительное количество предприятий, мы не досчитались. Ну, факторы могут быть разные, не только коронавирус. Не все, например, в сфере услуг и розницы пережили переход с ЕНВД на другие специальные режимы. То есть наложились и другие факторы? Ну, конечно, факторы другие наложились, и так скажем так, не очень своевременно была отмена вот этого специального режима, как мне кажется. Ну, по максимуму пытались загладить через понижение ставок, не ставок, а максимального годового дохода на патенте, какие-то еще переходные положения. Но самое интересное, что здесь мы наблюдали несоответствие разных перечней. Был федеральный перечень пострадавших, был региональный пострадавших отраслей, ну и фактически, честно говоря, к нам были обращения от всех. Поэтому я немножко даже удивился, когда Василий сказал, что у нас не было никаких проблем. Тогда получается, что и поддержку не надо было оказывать, а производство оказывали в первую очередь. А вы Василию 100 миллионов рублей перечислили? Ну, нет, нет, конечно. К сожалению, Василий ничего не получил. Перечень системообразующих предприятий. Кто сгаловался. Производство не останавливали. Пониженная упрощенка была для производственных акведов в первую очередь. И такой был явный перекос, как мне кажется, со стороны услуг и розницы. Ну, например, бытовые услуги были признаны пострадавшим на федеральном уровне, у нас нет, и были проблемы. Непродовольственная розница сейчас опять не попали в высеченный перечень и не могут воспользоваться за нерабочие дни этими мерами поддержки. Ну, это федеральные меры поддержки, в первую очередь. Если говорить и тогда, и сейчас, то, конечно, это те, кто организует мероприятия. Но это не только в Тверской области. События, конечно. Потому что событийные вещи, да, все, кто фестивали делает и так далее, детские комнаты, да, вот игровые. Вот такие вещи, конечно, да, для них наиболее сложные, скажем так, частота их обращений, ну, когда нам поменяет, ну, когда снизит, да, ну, особенно в прошлом году, напоминает о том, что им, ну, было наиболее сложно. Ну, были и те, кто не ощутил проблем. А есть вот все, по вашим данным, те, кто даже поднялись? Есть, вот предприниматели знают лучше. Туризм. Да, не как-то туризм, наоборот. Самый пострадавший. Самый пострадавший с одной стороны. В начале. В начале, потому что мы были полностью-полностью закрыты. Ну, соответственно, что, например, мой объект, он занимается сельским туризмом. И это была большой проблемой, потому что приток туристов — это кормление животных. Они помогают нам, вот. Соответственно, туристов мы не принимали. Держали оборону очень серьезную, потому что нас постоянно пытались склонить к тому, чтобы к нам приехать, потому что мы на открытом воздухе. Ну, то есть принудично. Потому что звонков было очень-очень-очень много. Соответственно, мы никого не принимали. Думали о волонтерах. Разные лазейки нам советовали. То есть вы можете принимать волонтеры, например. А это пожертвования. Ну, мы таким не занимались, потому что мы сами боялись, потому что никто не знал, что это может произойти. Потом ограничения сняли, и можно было принимать пять человек. Пять. Да, это был какой-то период, я вот даже не помню. Пять в день? Пять. За одну группу. За одну группу на открытом воздухе. В помещении не заводить, соответственно. То есть мы это проводили. Мы, конечно, хотели, я даже готова пошутить чуть-чуть, да. Придумали такую, например, парикмахерскую оленей хотели придумать. Мы стричь не умеем, но посмотрите хотя бы на оленя. Какая барана, что ли, вы вызываете? Ну, да, шутки такие у нас были уже. Отпилить в урага, да? Да, поменять аквет. У нас вроде аквет почему-то парикмахерская оказалась у нас в перечне. Я не знаю почему. Дополнительно. На всякий случай. Да, на всякий случай. Есть же для собачек парикмахерские, а то для оленей. И спустя время потом мы уже нормально могли туристов принимать. То есть там были ограничения по расстоянию между, да. Но самое интересное, что когда сняли ограничения, мы смогли провести свое событийное мероприятие. То, что как раз Антон сказал, да, было ограничение до 500 человек. Мы очень долго ждали. И как только ограничения 15 июля прошлого года сняли, соответственно, мы забомбили рекламой. И, соответственно, у нас был праздник наш. В общественном питании непросто. Ну, конечно, Тверской регион не так жестко ограничивал общепит, как Москва или другие субъекты. И, конечно, любое снижение трафика сразу же падает. Даже вот в эти нерабочие дни мы обмениваемся с коллегами в других регионах. Там падение до 70% происходит. Очень сложно. И, конечно, хорошо, что наш Тверской регион, так скажем, максимально сохраняет в этом плане экономику. Часто приводят пример в тех, кто поднялся аптечный бизнес. Ну, честно говоря, у нас было не одно обращение от этих организаций. Во-первых, у них ложилась маркировка, серьезные расходы. И они первые потеряли вмененку. Они первые перешли на совсем другие системы. И сразу же у них уровень налоговой нагрузки увеличился. Были обращения, поскольку дополнительные проверки пошли. Кто-то там якобы завышал цены на септалин, кто-то там какое-то доминирование создавал. Но, слава богу, ничего это не подтвердилось. Нет никакого сговора. Ну, знаете, из 600 аптек 30, если там немножко дороже где-то стоило септалин, это явно не сговор. Про маски я много слышал о знакомых, которые купили за бешеную цену маски. Поэтому очень относительно сказать, что вот они там в горе, да, или там производители, я бы не сказал, потому что последствия ощущаются еще сейчас. У каждого в бизнесе сейчас последствия того года, отголосок 20-го года, он все равно присутствует. И еще не до конца, мы скажем так, еще достигли того уровня и ощутили все эти последствия. Плюс моратории на проверки, моратории на банкротство, все-таки они отсрочки всевозможные, которые принимались, да, особенно там по отчетности, арендам, отношениям, налоговой нагрузке, они там тоже сыграли свою роль, хотя это, конечно, так и не в чистом виде поддержка. Ну хорошо, скажите, вот сейчас началась вторая волна и так далее. Вот уже Марина обмолвилась, что, дескать, уже какой-то иммунитет у бизнеса появился. Скажите, ну как-то вот вы встретили, ну если не во всей роже, то хоть как-то уж понимали, как себя вести, когда вот пошли разговоры о том, что на столько-то тысяч заболевали, что надо было еще, еще, все начали понимать, что это уже не просто большой подъем, это настоящая волна, то есть наподобие того, что пережили тогда. То есть вот уже не было, может, какой-то паники, когда тогда, помните, в апреле 20-го, все сидели, что делать, как, что, непонятно, Путин вроде сказал, никому не работать, вроде никому не работать, а в сурженном работать надо и так далее. Вот с какими настроениями вы сейчас встречали вот эту нынешнюю, наверное, осеннюю скорее волну? Ну, знаете, как, когда вот такая волна идет, как вот что-то, да, там, посадишься, а потом вспоминаешь, как наши деды, прадеды, это как на войне, когда была, да, ситуация. Ну, это, в принципе, такая же война, вот, и люди свадьбы играли, детей рожали, и все, то есть, ну, все, есть привыкание человека, да, к любым условиям, вот. Вот, я считаю, что наши люди есть такой момент самовыживания. То, что нас не убивают, они сильнее. У нас, это совершенно верно, то есть, мы понимаем, что нам надо еще больше крутиться, что-то делать, двигаться, вот, здоровьем еще больше заниматься, да, то есть, ты понимаешь, что, ну, может случиться такое, что никому-то не нужен, да, вот. Поэтому это, наоборот, толщок, движение, да, куда-то, любая ситуация, она предоставляет какие-то возможности. Мне кажется, в бизнесе, я извиняюсь, что перебила, мне кажется, что в бизнесе, вот, нам пандемия всем показала о том, что мы можем быть более сплоченными, ну, вместе в бизнесе сплотиться. Ну, если по-умному сказать, это такой мультипликативный эффект, да, то есть, сейчас, вот, спустя год, у меня больше, наверное, контактов и связей, совместных проектов и коллабораций, нежели до пандемии. То есть, мы друг друга поддерживаем, то есть, получается, что вот эти все связи, они еще больше, ну, как бы помогают, если мы говорим о бизнесе, зарабатывать, да, мы придумываем что-то новое, отправляем клиентов друг к другу и так далее. То есть, вот этот нетворкинг, ну, условный, да, он еще больше и сильнее стал. Мне кажется, что из-за этого, помимо того, что даже друзьями, семьями, мы точно, ну, у меня так точно сплотились. Не знаю, у нас, вот, центр поддержки бизнеса после первой волны позвонил, и говорит, там, есть бесплатное обучение для торговли на Marketplace. Пожалуйста. Мы вообще не знаю, когда бы туда зашли, а сейчас зашли, ну, и как бы так нормально развиваемся, да, считай, мы теперь напрямую торгуем без посредников. Это, ну, тоже большое. А так бы, ну, как по старинке работали, работали, да, а тут прям толчок, тем более центр поддержки, когда позвонили вообще. Скажите, а кто выиграл, ну, грубо говоря, вашим покупателям, в итоге подешевле обходится ваша продукция, чем если бы через посредников? Или вы маржу свою? Нашу маржу, вот эту маржу забрал в Алаберис Озон, да? А вот они все-таки есть посредники. Конечно, но здесь другая ситуация. Здесь наш товар может получить человек в какой-нибудь дальнем селе, до которого наш продукт вообще бы никогда бы не дошел, да? Вот в чем. И вы сами про это, получается, не думаете, за доставку? Да, конечно. Получается, цепочки традиционные рушились, да? Совершенно правильно. Новые, новые. Выросли, да. С помощью, там, крупных транснациональных игроков создавались. И вот тоже общественное питание, оно до сих пор так с опаской относится к замещению со стороны сервисов доставки. А почему? Ну, потому что это такая, как они считают, недобросовестная конкуренция. Так они же их картошку-то доставят. Нет, ну нет. А чего? Они даже из продуктовых магазинов, с оптовых баз доставляют чаще. А получается, что замещение происходит. Нет, подожди, общепит это что? Это если человек хочет получить готовое блюдо, он его заказывает в ресторане, там, не знаю, Иванов, и ему просто раньше он сам шел за ним, а теперь ему привезут. Не знаю ни одного примера, кто реально в первую волну, вот в эту волну сейчас больше примеров, но они там такие больше столичные, кому доставка помогла хотя бы в ноль сохранить. А почему? Как объясняют? Потому что не покупают. Люди привыкли ходить в ресторан. Ходить в магазин, потрогать. Ну и вообще, да, в ресторан, как правило, не пожрать идут, а время провести культурное. Это же досуг. Да, ну пригласить опять-таки. Ну, кому-то нравится, что за вами ухаживают, вот вы приходите, и создают в ресторан какой-то такой. То есть для кого-то новые сервисы хорошо. Тут основная ситуация, доставку заказывали просто поесть, пообедать, а в ресторан-то ходят, деньги тратят вечером отдохнуть и поужинать. А ужин-то уже не заказывали, его покупали в магазине. Я когда болела коронавирусом, я считаю, что меня доставка спасла. От чего? От того, что ты не можешь сходить в магазин, у тебя рядом никого, родственников нету, и тебе через 10 минут, ну, я была в Москве, да, в Твери пока еще что, это доставка, такая скорость не работает. 10 минут. Вы просто на Дашаном жили, нет? Нет, это доставка Яндекс.Еда. Соответственно, вы сидите дома, у вас через 10 минут вам приносят продукты или уже готовые еды? Это Москва, да. Да, в Твери пока мы еще далеко до этого. У нас старшие дети в Москве живут, они вот пандемию там провели, все, доставки, все, и тут пандемия закончилась, их, значит, там на форум в Кострому там ребенка отправили, и вот форум прошел, и они такие радостные, сейчас мы еду закажем, а в Костроме нету, и вообще нету. И у них такой мир перевернулся, как это нету. Даже из Макдональдса? Вообще нету. Ее просто там не было. Даже продукты не доставляют? Ничего вообще. Нет, Твери слабого это не есть продукты. Есть и обратный вид, странная медаль, потому что вот то, что мы перечисляем, эти крупные бренды, это такие платформы. И с развитием, с новым витком развития каждой платформы сотни тысяч предпринимателей ликвидируются, к сожалению. Совершенно верно. Здесь, конечно, нужен баланс и такой, наверное, антимонопольный прицел на доминирование. Это как же с торговыми сетями, неоднократно обсуждали здесь, в студии. И пока доминирование считается по каждой сети отдельно. Но если крупные три сети, известные, заходят в условно маленький Тверской городок, то там этих 10-20 магазинов больше не будет. Здесь нужен все-таки ограничитель. В ряде стран такие штуки есть. В Татарстане есть такая ограничитель. Мы же видим, и все, в Татарстане бизнес процветает. Ну, мне кажется, да. Не надо, конечно, сейчас ограничивать тот бизнес, который в пандемии развился. Я не об этом. Но какой-то баланс должен быть. Или, по крайней мере, дополнительная поддержка для тем, кому сложнее. Кто не может в такой логистике присутствовать, кто не может скидки на опте получать как крупные. Все-таки условия не равны. По поводу доставки, да, личный пример, там есть бизнес определенный в Старице, да, и владелец мне тоже рассказывал, у них отличный ресторанчик в Старице есть, в итальянской кухне. И они, так получилось, что им помогло держаться на плаву, потому что у них есть контингент людей, которые их любят, или они едут из Ржева в Тверь, они либо доставку делают, либо на вынос и еду, и это очень помогло выжить, да. Ну, то есть я, собственно, ручная, когда в локдаун ехала, например, еду оттуда и заказывала. Они говорят, что только так они спаслись, вот именно благодаря доставке, потому что их любит город, и еда у них хорошая. И так даже в Тверь и в самой есть много ресторанов, которых я тоже пользовалась, ну, это помогло им. Ну да, подъехать на машине, забрать товар. Поесть в машине. Поесть в машине, да. Марин, да, ну вот у вас производство тоже. Скажите, вот вы сейчас тоже понимаете, начинается вторая волна, или какая уж третья-четвертая, так далее. Вы как-то что-то, какие-то начали распоряжения, не знаю, давать, так, переходим, стол, на такой-то режим работы, и так далее, что-то как-то, или вы нет, вы просто морально были готовы, а физически понимаете, что вы ничего сделать не можете? Мы морально готовы, как бы как работали, мы так и работаем. Ну вот в первую волну, да, вот было непонимание, сейчас как бы уже, наверное, все, как я говорил, адаптировались, но единственное, очень резко начали расти цены, соответственно, и нам приходится поднимать цены на свой товар. Вы опять-таки тоже, вот я уже спрашивал, Василий, вы тоже общаетесь с вашими контрагентами, ребята, а в чем проблема? Коронавирус или что? Или может на самом деле дело не в коронавирусе? Все ссылаются на коронавирус. Нет, Василию сказали, это виза, чувак, извини, ничего личного. Спрос превышает предложение, и все. У нас одна из составляющих мебели, это вот плита ЛДСП и МДФ. Всего три основных производителя контролируют весь рынок России и ближнего зарубежья, и Европы. Это все наше отечественное? Да, 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 ну то есть там, по-моему, около 10 заводов, внутри производителя, да, разные заводы. Спрос стал настолько огромен. Несмотря на рост цен. Они стали поднимать цены. То есть в августе к одному производителю приехала уже антимонопольная команда, да, начали спрашивать, и в этот момент цены остановились. Но только остановились. Остановились, сейчас начали продолжать расти. Но не снижаются. Скоро опять приедут. Ситуация в том, что они поставляли на экспорт огромное количество товаров, да, и цены внутри страны были ниже. Сейчас цены уже сравнялись с экспортными ценами. И товара и не хватало, и рост цен еще. То есть вот просто. То есть получается спрос увеличивается, люди строятся, нужна мебель. Я разговаривал с крупным производителем. Они работают на Леруа Мерленда. Они говорят, у нас сложилось первый раз за всю 30-летнюю историю. У нас есть оборудование дорогущее. У нас есть люди. У нас есть деньги. У нас есть заказы. Но нам делать нечего. Мы работаем две недели в месяц. И людей отпускаем. Просто делать нечего. Вот тут вот уникальность была такая. А может правы все эти наши продавцы там всего этого, когда, ну понимаете, тоже, как говорят, кризис, ударил по зарплатам, все плохо, у людей денег нет. Они мебель покупают. А мебель, мы же прекрасно знаем, это не то подсолнечное масло, которое в том году подорожало. Но без нее никак. На чем-то на дейшницу пожарить, да, оливку еще дороже. Поэтому ты подсолнечное масло будешь покупать. Это еда. А мебель ведь как можно? Дорогой, давай купим мебель. Ой, дорогая, кризис, давай встречу, отложим. На этой пока посидим. Ну, не потому что... Нет, с мебелью ситуация вообще другая. Я, к примеру, и строится ведь то же самое. Кризис, давай в этом году дом купим, послушаем. Слушай, ну, кризис, ну давай это отложим. Можно ведь покупку дома, если, конечно, у тебя другого нет. Ну, у всех, как правило, что такое это люди, которые нас переезжают на село? У них есть нормальные городские квартиры. Они говорят, давай хотим на природе, вот олени за рога подержать и так далее, перейдем туда куда-нибудь к Ане поближе. То есть у них у всех, как правило, альтернатива-то есть. И раз такой страшный кризис, как нам говорят, у людей денег нету, всегда можно сказать, нет, дорогая, в этом году не поедем в дом, поживем в нашей девятиэтажке или где-то туда-сюда. А раз они все-таки переезжают, значит, вряд ли они последний мешок с деньгами развязали. Значит, ситуация какая? Первая ситуация. Люди закрыли границы, не поехали отдыхать. О, заметьте отдыхать. Просидели... Какая первая очередная надпись-то? Надо поездить, поехать в Турцию. Ну, я бы сказал, это одна из первых вещей. Люди копят деньгами, они раз в году выезжают в отпуск, берут кредиты. Я понимаю, я сам тоже на Багамах отдыхаю, и не попить расставник, поэтому, да. Они не поехали отдыхать, сидят дома. Так, что нам делать? Так, чем заняться тут дома, кроме того, что отдыхать за столом? Так, давай-ка сделаем ремонт. Ремонт же, он же одним шкафом не отделался. Поменяли это, надо поменять это. Так, стол поменяли, и все. Все. Немецкие аналитики после начала пандемии сразу сказали, ребят, сейчас начнется рост мебель. Потом люди начали выезжать на природу, строиться. Верно. Рынок взлетел так, что... Нам-то говорят, что в том-то дело абзац, люди сокращены, все встало. Людям платят 12 тысяч, которые Путин дал. Правильно, разделение. То есть, по идее, денег нету на еду даже. Мы сейчас говорим про разделение. Вы посмотрите уровень кредитной нагрузки. Конечно, люди все больше закредитованных. И сейчас уже там в публичной плоскости звучат призывы обнулить кредиты. Антон, замечу, получается, люди в долг ни на что берут. Не на колбасу, а на... На разные нужды берут люди. Это не первоочередная нужда. И если говорить там про нагрузку и вообще там фонд оплаты труда, то даже вот последний опрос и сотни тверских предпринимателей говорит, что треть снизила расходы на фонд. Это как? То есть, стали меньше платить? Меньше платить. Кто-то стал увольнять, кто-то стал меньше платить. А как тогда вот коррелируется? Стали строить намного больше домов, дом и... Ну, это потребление, разделение. Очень сильное произошло разделение на рынке. Кто-то проваливается, ненужные сферы, да, уменьшается... Вопросы нашей программы, кто провалился, кто поднялся. А у кого-то спрос именно строительства. То есть, что получилось? Огромное количество специалистов-строителей с Узбекистана не приехало. Да. Их перекрыли. Специалисты, они всегда, конечно, вопросы тоже. Ну, не суть, да, специалисты, потому что... Рабочая сила. Рабочая сила. Раз у нас внутри страны их не хватает, это специалисты. Строить некому. Строительство увеличилось, все, цены поднялись. И цены на рабочую силу тоже увеличились. Те же узбеки, которые остались в России, не хотят уезжать, не хотят заработать за ту цену, которая была раньше. И тоже надо умножить это на три. Но они же между собой общаются. Когда у нас строительство продолжалось в Тверской области, у нас дом строили. Москва открыла после пандемии, дали старт. У нас у прораба три бригады ночью собрались вещи и уехали в Москву. Потому что Москва в три раза дороже цены предложила на все эти изделия. И он посидел маленечко за один день. Остался без бригад. Марина, а у вас как с рабочей силой? В принципе, мы работаем, как и работали, как я говорила. Единственное, вот болеют сотрудники. А зарплату поднимали вообще? Или сокращали? Нет, мы никого не сокращали. Мы сдержали всех, кто у нас работал. У нас не сокращен ни один человек. А по деньгам? По деньгам зарплаты остались. Как были, так и остались. И вот к вопросу аккредитации. Компаниям приходится брать кредиты на погашение налоговых платежей и заработных плат. Мы, соответственно, попали в эту волну как раз. Нам пришлось взять кредит и на заработную плату, и на налоговые выплаты. А у вас как с этого? В первую волну, я прошу прощения, мы хотя бы получили от государства безвозвратную субсидию. Но вот очень странно, надеялись, очень надеялись во вторую волну тоже получить за нерабочие дни, потому что, соответственно, 10 дней никто не работал здесь, получается. Но, к сожалению, наш аккред не попал. Странно, да. Очень, да, вот мы очень-очень расстроены. Надо посмотреть внимательно, потому что, действительно, там и стоматологи попали, общая практика не попала. Здесь такой перекос явный, но сейчас, я думаю, будут, может быть, дополнения и исправления. Вот хотелось бы, да, чтобы как-то внесли, потому что мы тоже страдаем. И зарплату мы не уменьшаем, мы платим в том объеме, который люди получают. У нас директор, вот спасибо, наверное, ему, он в первую очередь переживает за сотрудников и за то, что вот эту ситуацию, и пытается выпасть с ним зарплаты. Ну да, больше половины... В первую очередь, и у нас страдают налоги, да, мы выплачиваем зарплату, а налоги у нас... Налоговая нагрузка, да, так скажем, пока не меняется. Да, большая половина, я согласен, яркий пример, то, что больше половины тверских предпринимателей оставили на уровне, да, и зарплаты, и вообще фонд, но нагрузка в целом, и страховые взносы, хотя было послабление до 15%, да, и СН, бывший СН, но он только с МРОД, да, и вот это вот такое звучит все чаще среди предложений предпринимателя, что могло бы сработать, если в комплексе смотреть, то, что каждому свои меры поддержки. Кому-то нравятся эти, кому-то другие, кого-то сработало, кого-то нет, но в целом вот это решение с 34, да, до 15%, это был позитив. И если мы посмотрим, то собираемость увеличилась. То есть государство снизило размер страховых взносов, пусть на эти 12 тысяч, да, с копейками, и предприниматели обелились еще больше. Вот он эффект. И наше предложение здесь идти дальше, не только с 12 тысяч 15% установить, а в целом на фонд оплаты труда. Конечно. Вы увидите, эффект будет потрясающий просто. Ну, мы его проходили там десятилетия назад, да, когда все-таки размер страховых пенсионных взносов был адекватный. По поводу рабочей силы вы спрашивали? Не, ну у нас рабочая сила какая? У нас семья работает. Получается, что у нас... Наемных нет? Ну, наемные, они приходящие. То есть это приходящие, уходящие, которые выполняют какую-то определенную разовую работу. И самая большая проблема, учитывая, что наша сфера находится на стыке разных сфер, это и животноводство, и сельское хозяйство, и туризм, да, событийный туризм, ну и просветительская деятельность. Получается, что, например, в сельском хозяйстве, учитывая, что мы сами еду оленям заготавливаем, большая проблема стала, что специализированных трактористов, их нету. То есть людей, которые техники, ну нету их на селе. Это большая проблема вообще, кто начинает заниматься сельским хозяйством. То есть найти человека, который, ну, побоюсь этого слова, не пьет, да, и будет нормально разбираться в технике, а не нальет вместо бензина воду, такого уже нету. То есть мой папа сам работает на тракторе, потому что он к трактору боится допустить какого-нибудь узбека. Да простят меня все узбеки, вот, но факт остается, потому что техника потом будет сломана. А свои русские в окрестностях? Никто не хочет работать на территории. Это такие больные люди, как я и вся моя семья, получается. Ну, если ли никого не осталось? Нет, ну сейчас я вот, большой практикой, наверное, мне помогает уже там министерство туризма, да, в том, что я уже давно про это кричала, еще три года назад, о том, чтобы мне давали студентов, да, и практику проходили. Сейчас я продвигаю этот проект о том, чтобы студенты хоть как-то чему-то научились. Соответственно, вот с этого года из пандемии, то есть у меня много студентов, которые проходят практику. Там приезжал буквально несколько дней назад, там, такой проект Турдесант, там, 15 студентов нашего колледжа сервиса и туризма, которые как волонтеры помогли, там, три часа поработали, и мы им провели экскурсию, полноценно рассказали и показали, как в действительности работает объект сельского туризма. Потому что, ну, важны практические, поэтому волонтеры приезжают, да, помогают, а вот кадры специализированные, их очень сложно найти. Очень сложно найти. Даже у нас вот есть проблема таких специалистов, как, допустим, наладчиков станков с программным управлением, очень сложно найти фрезеровщика, там, допустим, хорошего, токаря, вот эти вот... Это вообще специальности, которые... Очень сложно найти. То есть нам нужно было найти... Именно это вымирают. Вымирают. Нам нужно было найти специалистов, которые определенные сделают, там, детали для трактора. И вообще, в Турской области вообще нет фрезеровщика, который разбирается, и только почему-то распустили последний, там, завод у нас, который был, там, какие-то таланты были, и почему-то они теперь это сделать не могут. То есть это для нас большой вопрос. Да, параллельно эта система, получается, продолжает готовить средне-профессиональное образование. Да, слушаю, а куда они все уходят? Да, вот непонятно. Нет, ну, куда уходят, тут, конечно, надо отслеживать. Куда выпускники работают, тут такой пылесос. Блогеры. Да, вы думаете, все наши ПТУшники в Москве идут? Не все, не все, но рабочих рук действительно не хватает. И строительная сфера постоянно сигнализирует о том, что им каменщиков нужны тысячи. Узкие специальности теряются, получается. Да. То есть мы все менеджеры, директора и блогеры. И юристы, да. И психологи еще. И блогеры, да. И психологи сейчас тоже развелось. То есть, к сожалению, вот таких узких специальностей, которые специализируются на очень нужных, то есть, например, даже вот ко мне недавно пришел тоже девушка, которая хочет практику проходить. Она зоотехник. Вот, соответственно, я говорю, а вы не хотите быть ветеринаром по оленям? Один ветеринар на Калининский район, который разбирается, ну, именно вот в определенных животных. Именно по оленям? Да. Один на Калининский район. А у вас какие олени-то, извините? Разные. Приезжайте ко мне на экскурсию. Так она что сказала? Она будет практику проходить. Да, конечно. Ну, уже неплохо. Ну, а может зарплатить? Ну, она зоотехник, то есть терапевт. Вот, она про все получается. Может, все-таки в зарплате делал? Ну, у вас же не на Монгета, не в предприятие. У нас проблема не в зарплате. У меня зарплата такая, что, когда я говорю о зарплате, что даже на радио меньше платят. Лучше не говорите. Да, лучше не говорите. На радио? Да. Есть еще проблема с проживанием для рабочей молодежи. Многие предприятия, особенно если производство, готовы дополнительно наших тверских, просто не выпускников, даже людей, там, из других малых городов, поселений принимать. Но сейчас есть пример, когда возят автобусами, снимают квартиры какие-то. Каждый работодатель изощряется как может. Пропал куда-то маневренный фонд. Те самые общежития, которые были ведомственные, потом муниципальные. Их нет. Мне кажется, вот здесь поддержка могла бы быть направлена в первую очередь на обустройство нормальных мест для размещения рабочей молодежи. И работодатели, кстати, многие, готовы оплачивать вот эти расходы. Я со многими руководителями общаюсь. Сейчас они вынуждены удерживать, повышая зарплату. Да, конечно, если у тебя нет специалиста, ты готов хоть откуда приехать. Лишь бы приехали. А ситуация в том, что люди растворяются, и ты даже не поймешь, где они. И никто не идет. У меня также проблема в том, что у меня инфраструктура. То есть я не в городе нахожусь, мы находимся на сельских территориях. Но сейчас идет проект. Мы развиваем сельские территории. Ну, ко мне добраться очень сложно. Ну, это факт. То есть мы либо разместим... А молодежь-то какая нынче? Да не только молодежь. Что же хочется после работы-то в кафе сходить, в магазине... Если бы была там хорошая дорога, молодежь бы ходила в кафе, я думаю. Ездила, да, как в Америке. От этой фирмы. Но проблема пока сохраняется. Так об этом и речь, Марина, и у вас. Я говорю, вы же не на Манхэттене находятся. Мы находимся. Люди подумают, поселок, ага, молодежь. Даже, может быть, ему хорошо обещать, а что это будет делать по вечерам? А куда я приглашу свою девушку? Вообще, приедет ли она ко мне, когда узнает ее в поселок из Твери, к примеру. Ну, из Клина, не важно, переезжая. Ну, сейчас всем хочется вот эта вот цивилизация... Ну, не всем. Хорошо, не всем. Но значительной части в виде торговых центров, то есть времяпрепровождение. Это вопрос инфраструктуры, да? Ну, никогда не будет ни у вас, ни у Марины в поселке нормального гипермаркета с нормальным торговым центром. И с нормальным кафе, где люди захотят, там, ну, какой-нибудь штрудель, пресловутый, съесть. Но это правда, вот. Это, на самом деле, Антон, ну, вы все знаете, кто за границей бывали. Это вообще, собственно говоря, мировая тенденция. И в Америке также. Там тоже народ, что называется, валит из маленьких городков в большие, потому что, ну, вот так вот. Да, нет, никто не спорит. Комфортная городская среда нужна. Но это же не про бюджетные инвестиции на лавочки и фонари. Это именно для создания условий для предпринимателей. Конечно. Среду создает и бизнес, который благоустраивает территорию. Да, инфраструктура. В том числе и на селе, в этих усадьбах. А если там, ну, кроме МФЦ, скажем так, там. Ничего нет. И доктор, и образование здравоохранения, да. Если мы говорим о развитии региона, да, то есть, по идее, должно и государство, и другие предприниматели, и участники вообще всего процесса думать о том, что мы развиваем регион. Да, если мы говорим, есть объект, да, то есть, должна быть инфраструктура. Соответственно, одно подтягивает другое. Да, но не может без... Конечно, но государству денег нет, сами понимаете. К тому же государству скажут, ну что, я вам, хороший детский сад там устроить ради кого? Ради двух человек? Вот был у вас там поселок там из, не знаю, 500 человек. Автобус, например, возит детей в школы, но автобус до нашей деревни, он доехать не может, потому что у нас нету дороги, а если автобус поедет по этой дороге, это небезопасно. Правильно. То есть, сказать, так, все, либо все прививаются, кому не нравится, то пишет заявление и увольняется. Вот так, допустим. Или вы считаете, что это не будет действительная мера в помощи вашей, ну, чтобы опять не выкосила волна, там, не знаю, треть рабочих, там, четверть и так далее. Вот что вы думаете? Вы знаете как, ну, если ты смотришь, что происходит, да, давайте на грустном. Первая волна, не прививались, максимум заболевших 11 тысяч человек в день, потом пошло на снижение. Потом попрививались, попрививались, сейчас попрививались три разика, уже 40 тысяч, да, там, в день. Вот вам ответ. Ну, официальная статистика, на самом деле, что у нас в России довольно низкий процент привившихся. Ну, в первую волну его вообще не было, этой прививки. Было 10 тысяч человек, да? Просто то, что говорят, волна. То есть, вы считаете, что это не вариант решения проблемы? Я просто вокруг знаю, сколько людей переболело по 2-3 раза и привитых, и по 2 раза привитых. И смысл. Марина, вы? У нас по желанию на предприятии. Нет, я понимаю, что по желанию. Вот я говорю, допустим, вот сейчас волна опять, вот вы сейчас, у вас нет такого, как бы сейчас пять четверть, или третий. Не заболело, а может всех взять и у кассы, и сдать страшных, или перепарю, перевешу, или прибыль. Нет, я, наверное, поддержу вот коллегу, да, поэтому у нас добровольно. Кто хочет, тот прививается, кто не хочет, тот идет либо на удаленку, на удаленке работает. Ваше производство, какое удаленка-то? Я имею в виду сотрудники, которые могут работать на удаленке, это ТР, это, я, к сожалению, тоже переболела, да, работала на удаленке, пришлось. Ну, а у вас семейный подряд? Да, то есть, если законодатель нас совсем обязует, то... Ну, вы в семье, то есть... Ну, я переболела, супруг переболела, то есть, у нас с антителами, с высокими, QR-кода пока есть, как говорится. Ну, и здесь вопрос тоже, вот вы говорите про вивки, непривки, ПЦР. Я, например, ездила на всероссийский конкурс, да, было ПЦР, половина были привиты с ПЦРами. Все равно 50 человек, хотя это не афиширует, заболело коронавирусом после конкурса. Так, значит, нужно как-то все-таки... Как это вопрос? Пытаться купировать распространение в этом же смысле. Спасибо вопрос, это массовые мероприятия. Эти QR-коды, они же не потому, что они там просто придуманы, нужны. И сейчас законопроект, наверное, с 1 февраля будут какие-то изменения, ограничивающие мобильность, что ли, граждан, да. Ну, а про обязанности или там право, вообще у нас уже принято решение, да, для тех, у кого больше 100 сотрудников. Вот. Соответственно, это обязательная история, 80%. Всех приведено, да. И да, 80% не менее. И также специальные, скажем, сферы деятельности, которые чаще контактируют. Это и медики, и те же самые там. Это и общественное питание, это и торговля, это и образование, и многие другие сферы. Даже там консультации с личным участием туда попали. Поэтому, ну, пока другого в мире, к сожалению, ничего не придумано. И нужно как-то все-таки добраться до этого пресловутого коллективного иммунитета. Прошлый год для меня, да и как, я думаю, для многих из вас, был таким, что большое количество времени нам приходилось расходовать на то, чтобы помочь людям. Там, поставить питание в ковидный госпиталь, чем занимаюсь предпринимателем, провести ремонты. И чаще всего еще и людей доставить до этого госпиталя на КТ или госпитализировать. Вот. Ну, поэтому информация-то есть. Мы уже, конечно, общаемся. И все живем. У нас не такой большой город или регион. Ну, привожу данные, те, которые есть официальные. Другие, ну, давайте изучим, посмотрим. Посмотрим обязательно. Наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о том, как наш бизнес героически выживает в коронавирусную эпоху. О том, чем ему помогает наше государство, а чем пока не очень помогает. Я все-таки, уважаемые предприниматели, владельцы бизнеса, директора, руководитель, я желаю все-таки, чтобы на вас никак не сказала новая волна, которая идет, уже идет и идет. Чтобы ваши предприятия работали, начиная с крупных, заканчивая семейным подрядом в виде оленей. Потому что все это очень важно. Все это важная составляющая экономики нашего региона. Потому что, как я постоянно говорю, без бизнеса экономика вообще у нас никакой не будет. на одном газе нефти не проживешь, да и то это чей-то бизнес. Спасибо большое, уважаемые гости. Программа «Тема дня». До новых встреч.